В семье Юдиных помимо своих троих семероприемных детей, старшим по 10 лет младшему 6. А началось все с того, что в 2005 году супруги прочитали трогательную статью в местной газете. В ней рассказывалось о мальчике, осиротевшем приживом отце. Не раздумывая, Юдины взяли ребенка к себе. У нас опыт уже был, потому что у нас папа работал 10 лет в детском доме. Мы постоянно брали детей к себе на выходные и так. Они все меня папой называли. Брали когда на выходные дни, а потом они же остаемся, остаемся, не будем туда в детский дом. Теперь в доме Юдиных скучно не бывает. Вместе отдыхают и вместе занимаются домашними хлопотами. На кухне хозяйничают исключительно девочки, перенимая мамин опыт. Я люблю помогать чай, помогать делать, поливать. Тем временем мальчики во главе с папой трудятся в гараже. Папа научил меня ездить на велосипеде, чинить велосипеды. Тут весело, есть с кем поиграть. Но содержать такую большую семью было бы крайне сложно без государственной поддержки, говорят приемные родители. Только в Самарской области семьям с детьми предоставляется 27 видов пособий, доплат и компенсаций. Такой выплатой, как семейный капитал, уже воспользовалось более 3000 жителей региона. В этом году она составляет 430 тысяч рублей. На рост рождаемости все-таки влияют те мер социальной поддержки, которые ежегодно предусматривает правительство Самарской области для семей. Тот же региональный капитал 100 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты увеличиваются с каждым годом. На поддержку материнства и детства по инициативе губернатора Николая Меркушкина из областной казны направляются значительные средства. Каждый приемный родитель получает зарплату. Кроме того, на содержание ребенка каждый месяц выделяется почти 7 тысяч рублей. Ежегодно круг Мерсу с поддержкой различных категорий семей расширяется. Так, с января этого года по становлению главы региона введены ежемесячные пособия на детей в студенческой семье. Продолжение следует...